Я мамочке своей каждый год покупаю вот такой вот Доброген. Девчонки, хочу вам рассказать. Мам, расскажи, что пять лет назад, пять лет назад, да, ты не могла практически ходить. Ну, не пять лет, здесь мы шесть живём, вот, ну, где-то четыре года только. Четыре года назад практически не могла ходить, да? Ходила, как черепаха, и очень ноги сильно болели. А ноги сильно болели, клинили у неё, она не могла пройти на долгие расстояния, на длительные, да? Пять метров прохожу, отдыхаю, пять метров прохожу, отдыхаю. А до этого эти Доброгенные покупала? Ну, до этих пор они у меня не болели ноги. Не болели, да? Ну, как болели, как вот вот стоят там, а так, чтобы ходить не могла, не было такого. Не болели, не так не болели, да? Вот, я потом стала ей постоянно брать вот этот вот Доброген. Ну, примерно беру, наверное, мам, по два раза в год ты проходишь, да? Да, да, да. Примерно два раза в год, по две пачки она меня пропивает. Так как у папы сейчас тоже начались проблемы с суставами, поэтому я тоже заказываю и папе. Вот две пачки мне пришли с одного каталога, и две пачки я заказала должны прийти в этом каталоге. Ну, вот я сделала заказ в среду. Мам, а сегодня что, вторник у нас? Да, сегодня вторник у нас будет базарный день. Завтра поедем на базар, завтра поедем посылки забирать. Хотя 11 число, нет, наверное, позже посылка придет, не в среду. Ну, ладно, вот, значит, смотрите, два раза в год она меня пропивает по две пачки, то есть четыре пачки в год получается, курсом, два раза в год. Мы не выбираем, какой именно там весна, осень и осень, то есть, ну, как придется, я не знаю. Нет, получается, как бы ты весной мне заказываешь, я пропиваю, и к осени ближе. Там же через полгода как-то надо, да, и получается. Короче, я не знаю, как, ну, как-то что-то интуитивно, что-то как-то, как получается, так я и заказываю. В начале и в конце и в конце и в конце, так получается. Вот, и она меня пропивает, и она реально, у нее улучшилось состояние ног, она у меня ходит, передвигается на дальнее расстояние, даже может до центра дойти, у нее уже не так линят ноги, еще плюс ко всему у нее, она говорит, такое было неприятное ощущение в локте, как будто бы кожа пристала к локтю, и как будто бы вот присохла, как будто приварилась. И говорит, ну, вот после того, как она стала пить это броген на постоянной основе, у нее вот эти вот неприятные ощущения в локтях, они исчезли. Классный, реально крутой препарат, но единственное, его нужно пропивать регулярно, постоянно, потому что здесь он на гидролизат эти говяжьего коллагена, то есть тут гидролизат говяжьего коллагена, инулин, гидролизат говяжьего желатина, глюкозамина сульфат здесь есть, вот. И он накопительным эффектом обладает, это не дешево, то есть одна пачка, вот сейчас по акции, как раз в девятом каталоге, он стоит 1000 рублей, это со скидкой уже наши, со скидкой консультанты. Я ссылку, кстати, вам оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Переходите, заполняйте форму, и у вас таким образом будет скидка. Без скидки он стоит 1300, со скидкой он стоит 1000 рублей, ну, 300 рублей разница. Вот две упаковки маме, да, 1000 рублей, на курс 2000 рублей нужно, но здоровье наше, как бы, не стоит никаких денег, оно бесценное. Потому что если у вас плохое качество жизни, если вы практически не можете ходить, и вы испытываете боль, то тут уже готов любые деньги отдать. По поводу операции, да, возможно, там маме нужно менять коленную чашечку, там делают операцию, но знаете, как врач сказал, я уже у многих людей узнавала, общалась также с людьми, у которых тоже подобного рода проблемы. Недавно как-то, знаете, в Энгельсе так у меня получилось, я встретилась с одной женщиной, она говорит, у неё вообще были у неё в позвоночнике грыжи, и она говорит, боли были просто невыносимые. Она говорит, я просто корячилась, так как у неё там стёрлись даже позвонки, она всю жизнь проработала на огороде, это тоже даёт о себе знать. Она там Артур Асаду продаёт, помидоры тебе продаёт, вот, и очень много, то есть работает, и у неё там грыжи по всему позвоночнику. И она ходила к врачу, и ей врач сказал, она говорит, если есть возможность не делать операцию и уходите пока своими ногами, ходите своими ногами. Потому что операция, не факт, что она даст результат, не факт, что через некоторое время это всё вернётся, и не факт, что операция как бы не выйдет боком. Потому что очень много разных побочных там эффектов. Я не буду вдаваться вот в эти подробности, но если вы ходите, операция, это уже крайний такой случай, когда уже, знаете, уже лежишь, и ты уже не можешь ходить. Потому что не у всех после операции там приживается всё, что нужно и так далее. Да, мам? Да, да. Ну, короче, вот ей этот врач сказал, по секрету, скажем так, на ушко, он ей сказал, если есть возможность не делать, лучше не делайте. Вот, она говорит, я делаю гимнастику, она, кстати, сказала, я делаю, когда начинаю делать гимнастику, у меня боли уходят. То есть лучше, чем поддерживающая какая-то физкультура, какие-то витамины, какие-то БАДы, нет ничего. Я убеждаюсь в этом многократно, сталкиваюсь со многими случаями, как-то жизнь у меня сводит с людьми, которые вот так или иначе, господи, что я на этих пакетах держу, так или иначе, ну, там, проходит какой-то свой жизненный путь вот в плане здоровья. И вот убеждаюсь неоднократно, что если вы можете себя помочь и помочь своему организму, поддерживающей какой-то терапии, вот, БАДами, я говорю, мама, у меня сидит не только на Доброгене, я ей какие-то для сустава привожу из Индии какие-то лекарства и так далее. Жаби-камень ты мне много привозила. Жаби-камень я привозила ей. Ну, то есть она мне не только Доброген пьет, естественно, а там что-то еще дополнительное какие-то. С Индии ты же отписала. Я просто, это дорого, это дешевле, наверное, было бы сделать уже операцию, вот, но я считаю, что операция, это такое дело, это вмешательство в организм, и неизвестно, как, что потом. И пусть хоть так ходит, чем неизвестно, все-таки операция – это наркоз, это вмешательство в организм, а организм – это настолько вселенная наша такая маленькая. Даже врачи не знают, как та или иная операция повлияет на… Ну, влияет она не всем хорошо. Я когда, мы с папой в больнице лежали на кательницах здесь, это сама, она медсестра, сделала операцию, и год хромала. Как была с Бадиком, так и ходила с Бадиком. По-моему, в Михайловке, что ли, и делали, и улучшений вообще никаких нет. Она тоже вот лежала в больнице. А что у нее, артроз или что? Тоже, вот коленки болели, и она сделала операцию, и все равно с Бадиком ходит, и она у нее не гнется, там что-то вставляли, не вставляли, и что-то непонятно. Поэтому, ну, не факт, что после вмешательства будут какие-то улучшения. По крайней мере, да, и как ты говоришь, это уже в крайнем случае, когда люди уже не могут ходить. А вот лучше вот пробовать вот это. Ну, это действительно надо постоянно пить, пить и пить. Да. Не бросать. Что-то одно пьешь, другое начинать. Потому что, я же говорю, мы начинали с Доброгена, ты мне сколько джабиево камень привозила, и мази, и таблеток я пропивала, и постоянно с Энди ты мне от суставов Доброген два раза в год пью. Поэтому это накопительный эффект, и он дает какой-то результат. А так, что растет профил. Да, есть проблема, тут нужно это делать постоянно. Я знаю, что те люди, у которых проблема с грыжами, то есть у кого есть грыжи, очень хорошо помогают массажи. Потому что я не буду тоже эту всю систему рассказывать. Есть, кстати, молодой человек на YouTube, поищите его. Он, у него грыжа появилась, и он практически не мог ходить. Вообще не мог ходить. Боли были ужасно, не мог ходить. Ходил МРТ, не МРТ, он рассказывал там свою историю, я уже просто подробности не знаю. Просто когда столкнулась с челюстным лицовым суставом, я начала эту тему изучать. Вот, и наткнулась на его видео. И он сказал, то есть я вам просто уже подведу итог, да. Вот, он прошел огромное количество врачей, в том числе именитой клиники в Москве. И попал кому-то там. Короче, нужно делать массажи спины. Разбивать, опять же, вот эти вот пробольные мышцы. Я вам все время постоянно говорю. Нужно найти хорошего специалиста, который умеет работать с мышцами спины. Можно кинезиолога найти. Кинезиология тоже может сработать в этом случае. Можно найти специалиста, который знает хорошо работу мышц, знает про триггерные точки, умеет их находить, умеет их разбивать, умеет хорошо делать массаж спины. Потому что грыжи, они связаны как раз вот с больными мышцами. И он, кстати, прошел определенную терапию, прошел вот эти вот определенные массажи. Я не буду вдаваться в подробности. Я их, честно, если честно, не помню. Потому что я, когда мне была эта интересная тема, я просматривала. Потом что-то как-то отошла немножко от этого вопроса. Вот. Найдите его видео. Молодой пацан. Были грыжи, вплоть до того, что он ходить не мог, не мог передвигаться. Прошел всех специалистов, всех врачей, именитых клиники Москвы. И ему помогли вообще те методы, которые, ну, не озвучиваются, не выбираются в качестве основного методового лечения. Вот. Он все это подробно рассказывал. С приложениями всех документов, МРТ, показаний, МРТ до, МРТ после. Я думаю, у кого грыжи, у кого проблемы, потому что это действительно проблема серьезная. Потому что она дает о себе знать каждый день. Ты не можешь практически ходить. Там чуть ли не ползаешь уже. Вот. Стираются у тебя межпозвоночные диски. Я думаю, вы, озадачившись этим вопросом, у кого есть такая проблема, найдете этого чувака. Не знаю, не буду я его искать. Ищите. В интернете он есть. Ну, вообще проблемами с суставами все равно какой-то выход находится. То попробовать, то попробовать, другой попробовать. Все равно что-то надо пробовать. Что-то помогает. У каждого, конечно, индивидуальное организм. И что-то помогает одному, что-то другое. Но пробовать надо как бы. А операция это уже, говорю, в крайнем случае. Так. Мама здесь, видите, у нас безотходное производство. Реально, вы когда заводите домашние животных каких-нибудь, свинюшку какую-нибудь, то все, у вас можно сказать, безотходное производство. Все очистки, остатки, там пропала еда, не хочется есть, там уже что-то. Все курочком. Все куром. Даже я не думала, что, оказывается, банановый кожур. Но они любят их. Согачить. Да? Да. Они любят.